СПОНСОР НОВОСТИ Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Всё о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Важные вопросы для экологии Приморья решались во Владивостоке. В край с рабочим визитом прибыл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Мы сегодня на самом деле плодотворно поработали. Нужное количество калорий и витаминов школьникам. Меню обновили в первой гимназии Владивостока. Увеличивается контингент детей, которые могут питаться обедами. На сегодняшний день в гимназии всего 60 детей, которые пользуются бесплатными обедами. Созвездие умов. Конкурс под таким названием прошёл на базе Тихоокеанского медицинского университета. Научные доклады представили более 30 студентов. Мы хотели популяризировать как-то науку среди ребят, потому что само по себе занятие наукой – это очень интересно. Также в выпуске мэра теперь, возможно, будут выбирать дольше. Процедуру предложено продлить до 100 дней. И ещё расскажем, безналичную оплату проезда продолжают внедрять в автобусах. Расплатиться картой или при помощи гаджета можно уже на 15 маршрутах Владивостока. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Защита населения Приморья от наводнений, сохранение эндемичных видов липы, ликвидация накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог, проблемы угольной пыли в находке. Все эти острые вопросы, на которые уже обратил внимание глава региона Олег Кожемяка, были подняты в ходе визита в Приморскую столицу министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. К диалогу с главой ведомства были приглашены представители территориальных управлений федеральных структур, региональные и муниципальные власти, представители предприятий и учреждений территории. Какие решения были приняты по итогам встречи во Владивостоке, расскажет Евгений Черемухин. Амурская Маньчжурская липа, чистка речных русел и даже резонансная тема угольной пыли в находке. Эти и многие другие вопросы накануне обсуждали чиновники высочайшего ранга, такие как министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и глава Приморья Олег Кожемяка. Министр прибыл в край с рабочим визитом и по итогам длительного совещания поделился с прессой принятыми решениями. Начал министр с вопроса по дальневосточной липе, как самому прибыльному и перспективному для Приморья медоносу. Приказ ведомства определил около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена. Этот вопрос мы решили приказом министерства, создали зоны там, где стационарно ведется пчеловодство. Но предстоит еще нам поработать над и муниципалитетом местным, и региональной властью над теми местами, где выездные происходят пасеки. И там определить также места. Я думаю, что мы эту задачу решим. Липа действительно является одним из самых значимых видов деревьев. Это было верно и для первых переселенцев на Дальнем Востоке. Это верно и сегодня, в эпоху бурно развивающегося экологического туризма. И прошедший недавно фестиваль тайги – еще одно тому подтверждение. К слову, это мероприятие стало первым, на которое попал Олег Кожемяка, только что назначенный в Рио, когда сошел с самолета во Владивостоке. Но ни одной липой ограничился диалог в кабинетах администрации Приморья. Одной из острых тем стала нашумевшая за последние годы во всех приморских СМИ угольная пыль в бухте Врангеля. Именно здесь Порт Восточный, переваливая сотни тонн антрацита открытым способом, создал беспрецедентную экологическую проблему. То, что нам предстоит поработать над, в первую очередь, культурой самих загрязнителей, тех, кто участвует в загрязнении этой бухты, для того, чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя, и экологические стандарты и нормы должны здесь работать. Это ворота въездные, это наша страна, это не только лицо Владивостока, это лицо нашей страны. Наиболее актуальной, по мнению Дмитрия Кобылкина, оказалась проблема ежегодных приморских паводков. По этой причине министр экологии поддержал соответствующее обращение главы региона Олега Кожемяка об упрощении правил расчистки рек на федеральном уровне. Согласно составленному плану, до 2020 года в Приморском крае должно быть построено 16 объектов инженерной защиты от наводнений, причем сразу в 12 муниципалитетах. На эти цели региону выделено 3,7 миллиарда рублей из федеральных средств. Для этого, безусловно, нужно заниматься расчисткой русел рек, дно углубления, потому что реки меняют русло. Это специфика реки, она, в принципе, в любой точке Российской Федерации так себя ведет. И мы, на самом деле, в этом направлении нам предстоит еще поработать. По итогам совещания Министерство природных ресурсов и экологии поддержало почти все предложения Приморья. В свою очередь, Дмитрий Кобылкин уже дал соответствующее поручение – разработать до конца года все директивы и ввести изменения в Кодексе и Федеральные законы. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Бюджет Владивостока на 2019 год сформирован бездефицитным, то есть доходы равны расходам. Это позволит не увеличивать муниципальный долг. При этом в условиях снижения доходов гашение долга в проекте бюджета на три года также не предусмотрено. Между тем, бездефицитный бюджет не означает, что средств казне достаточно на все городские нужды. В прошлые годы бюджет формировался с профицитом – 400 миллионов рублей. Деньги были направлены также на гашение муниципальной задолженности. В связи с изменением законодательства произошло снижение налоговых и неналоговых доходов. Чтобы не допустить сокращения социально значимых расходов, было принято решение временно отказаться от профицитного бюджета. Администрации Владивостока удалось сохранить сеть муниципальных учреждений. В полном объеме запланированы расходы на оплату труда, которые составят 57%. На содержание муниципальных учреждений будет направлено 11% бюджетных средств. Реальная дополнительная потребность в финансовых средствах составляет более 4 миллиардов рублей. Учтены расходы на организацию жизнеобеспечения города, осуществление текущего капитального ремонта дорог, содержание дорожной инфраструктуры, организацию содержания сетей наружного освещения, озеленение территорий и т.д. В филиале Владивостокской гимназии номер один обновление. На этот раз это не ремонт или учебные материалы. Модернизации подвергнут меню в школьной столовой. Питание школьников подорожает, пусть незначительно, но обзаведется новыми пунктами в обязательной программе ежедневного потребления калорий и витаминов для растущих организмов с 1 по 11 классы. Подробнее расскажет мой коллега Евгений Черемухин. Новый проект закона, который позволит сотням и тысячам школьников Приморья получать расширенное, более качественное и, что главное, бесплатное питание, приняли на днях приморские парламентарии. Законотворческая инициатива добавляет к уже существовавшему бесплатному завтраку для младшеклассников стакан молока или других молочных продуктов. Последнее гастрономическое новшество – предложение депутатов Краевой Думы. Впрочем, сегодня необходимость улучшить и расширить меню школьного питания осознают и директора школ, как, например, Елена Артеменко. Она руководит гимназией номер один во Владивостоке. Сегодняшний день завтрак стоит 21,20, а обед 25 рублей. То есть за эти деньги, конечно же, много не накормишь. Скудное меню на сегодняшний день. И надежда на то, что все-таки завтрак будет 42 рубля, а обед будет 50, то есть практически в два раза увеличивается сумма, то надежда на то, что будет увеличено больше овощей, фруктов, молочных продуктов, которых на сегодняшний день в меню вы не увидите, их практически нет. Ранее на завтраке в приморских школах было запланировано 282 миллиона рублей. Но в связи с увеличением расходов на питание детей с 20 до 42 рублей на одного человека, из краевого бюджета потребуется дополнительно 102 миллиона. Эти расходы также учитывают и расширение числа тех, кто может питаться бесплатно. Стоит отметить, что выделение денег на модернизацию школьного питания пролоббировал лично глава Приморья Олег Кожемяка. Но даже до вступления в силу питательной реформы ученикам первой гимназии стараются дать самое лучшее. Дети кушают у них и молочные каши на завтраке бывают, бывают у них яблочки, бывают у них масло сливочное, сыр в питании у них обязательно, вводится чай горячий, ну и все горячее питание подается. Возможность питаться бесплатно теперь будет не только у учеников начальной школы, но и учеников 5-11 классов, из многодетных семей или семей с доходом ниже прожиточного минимума. Два раза в день бесплатным питанием обеспечат и детей-инвалидов. А вот что говорят сегодня ребята гимназии номер один о школьной столовой. Тут лучше, чем дома, потому что тут кормят и свои столы есть. Первая, вторая всегда, да, да? Первая, вторая. Да. Мы там шоколадки покупаем. Новый краевой закон о бесплатном питании школьников вступит в силу с 1 декабря 2018 года. Средства на бесплатное питание школьников в муниципальное образование Приморья ежегодно будут получать в виде субвенции из краевого бюджета. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока работает уже на 15 городских маршрутах из 93, а также во всех трамваях, троллейбусах и на фуникулёре. Процесс внедрения системы, который начался 1 ноября, продолжается. Планируется, что он завершится до конца года. Технология, которая представляет собой небольшой платёжный терминал, «Валидатор» даёт возможность пассажирам расплачиваться за проезд безналичным способом. Сегодня это можно сделать в автобусах маршрутов 15, 40, 41, 59, 60 и на ряде других. Планируется, что нововведение позволит организовать грамотный мониторинг перевозки пассажиров в городе, а также обеспечит учёт и контроль сбора оплаты за проезд. Кроме того, безналичная система оплаты, безусловно, очень удобна для людей. И задача стоит до 31 декабря 2018 года – оснастить всех перевозчиков, всех, кто работает на маршрутной сети города Владивостока, так называемыми валидаторами той системы, через которую можно провести транзакцию, а именно купить безналичной оплаты свой проезд, получить чек в руки и совершить поездку. Рассчитаться можно любой банковской картой, работающей по бесконтактной системе, а также смартфоном или умными часами с установленной программой PayPass. Скачать приложение можно через App Store или Google Play. Наличный способ оплаты также сохранился. Пока отменять эту возможность во Владивостоке не планируется. Стоимость проезда и при наличном, и при безналичном способе оплаты во Владивостоке одинакова. Сегодня она составляет в автобусе 23 рубля, в трамвае и троллейбусе 16, на фуникулёре 14 рублей. О том, что в конкретном транспортном средстве действует система безналичной оплаты, информируют специальные наклейки, размещенные снаружи и внутри салонов. Депутаты Думы Владивостока предлагают продлить срок процедуры избрания мэра. Профильный комитет одобрил документ, согласно которому срок, в который Дума города должна принять решение, увеличивается с 55 до 100 календарных дней, со дня окончания полномочий главы городского округа. На прошлых выборах конкурсной комиссии пришлось работать сжатые сроки. Так, например, на проверку достоверности документов кандидатов отводится всего 7 дней. Предполагается с 20 до 30 календарных дней увеличить срок назначения членов комиссии с 50 до 90 календарных дней, проведение конкурса и принятие решения. Этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании Думы 6 декабря. Как сообщалось, бывший мэр Владивостока Виталий Веркиенко ушел в отставку по собственному желанию с 11 октября. Депутаты Думы пока не приступили к формированию конкурсной комиссии. Между тем, законодательное собрание Приморье 28 ноября в первом чтении одобрило законопроект о возвращении прямых выборов глав городов и районов, внесенный главой региона Олегом Кожемяка. Дело Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова остается в центре внимания жителей Владивостока. Об этом говорит активность людей, которые публикуют на страницах Игоря Пушкарева в социальных сетях свои вопросы и слова поддержки. Напомню, более двух с половиной лет экс-глава Владивостока находится в СИЗО «Матросская тишина», а его дело слушается в Тверском суде Москвы, что нарушает принцип территориальной подсудности. На личной странице в социальной сети Facebook Игорь Пушкарев подчеркнул, что его дело коренным образом изменило законодательство. И теперь только за 2017 год было принято более 10 тысяч решений об изменении территориальной подсудности. Это повлияет на судьбы тысяч людей. Конституционный суд России разрешил Верховному суду передавать дела обвиняемых, которые обладают авторитетом, в суд другого субъекта Российской Федерации для беспристрастного разбирательства. Подробности сегодняшнего этапа процесса, а именно допросов свидетелей, заявленных защитой, в нашем материале. Очередное слушание по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУПФ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего группу компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева состоялось 28 ноября. Заседание проходило в Тверском районном суде. На вопросы участников процесса отвечали свидетели, заявленные защитой, сообщает «Риа Владнюс» со ссылкой на сайт в поддержку Игоря Пушкарева. Показания дали уже 13 свидетелей защиты. Среди них – муниципальные служащие, представители Владивостокской городской избирательной комиссии, бывшие сотрудники охранного предприятия, водитель Игоря Пушкарева. 26 ноября на вопросы Тверского суда ответил и народный артист России Александр Михайлов. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и педагог, чьи работы известны и любимы несколькими поколениями зрителей, назвал Игоря Пушкарева своим другом и рассказал о том, как к нему относятся творческие люди. В основном, в основном все работники искусства, театральные деятели, художники, очень тепло отзывается об Игоре, очень тепло, потому что очень много делает, и как меценат он много помогал, и я видел, как театр преображался, драмтеатр, который у меня тоже связан был какое-то определенное количество времени, и это ощущалось в атмосфере, атмосфера. И вот с таким человеком, как Игорь, мне действительно настолько было интересно. Михайлов также отметил, что часто бывал во Владивостоке и видел, как город изменился при Пушкареве. Я помню, это серые улицы, это мрачное освещение, и как-то я специально пройдусь по всему городу, по бывшей Ленинской, по Светлановской проспекту, я просто прошел пешком большое расстояние, и я видел, как город стал преображаться. Вот деталь, он делал это, уже делал своими руками, все делал, каким образом, как он это все. И когда мы сейчас говорят о том, что он брату дал какие-то взятки, как он, брату, родственнику своему дать взятки, я это вообще не понимаю. Это заказное дело. Там замешана политика, там замешана политика, и что-то там нездоровое. Напомним, с подробностями о деле также можно ознакомиться на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева в социальных сетях. Facebook, Вконтакте, Instagram и Одноклассники. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Учителям будут платить больше базовые законы о субвенциях, но общее дошкольное образование обновили в Приморье. Будущие врачи региона представили научные доклады на конкурсе «Созвездие умов». Каякеры в Владивостоке сняли на видео «Морскую косулю». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Учителям будут платить больше. Базовые законы о субвенциях на общее дошкольное образование обновили в Приморье. Будущие врачи региона представили научные доклады на конкурсе «Созвездие умов». Каякеры Владивостока сняли на видео «Морскую косулю». Зарплаты учителей вырастут. В Приморье на очередном заседании законодательного собрания обновили базовые краевые законы о субвенциях на общее и дошкольное образование. Принятие документов, инициированных главой региона Олегом Кожемяка, существенно увеличит финансирование отрасли уже со следующего года. Новая редакция документов позволит довести уровень заработной платы педагогов до утвержденных показателей дорожной карты. Также увеличится общий объем фонда оплаты труда педагогических работников в школах и детских садах. Устанавливаются и новые базовые оклады. 11 850 рублей для воспитателей детских садов. 12 600 рублей для учителей. Таким образом увеличится зарплата педагогов, при этом будут сохранены надбавки за выслугу лет, работу в сельской местности и в северных районах края, компенсационные и другие выплаты. Вырастет финансирование на учебные расходы в следующем году. В школах они будут зависеть от уровня образования. От 2600 рублей до 4500 на одного ученика в год. Потратить эти средства школы смогут на учебники, оборудование, интернет, мебель, канцелярию и другие нужды. Увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке до 78 лет помогут будущие врачи Приморья. Сегодня молодые специалисты не только постигают азы науки, но и создают новые методы лечения многих болезней. Впервые на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета состоялся конкурс научных докладов «Созвездие умов». Свои идеи представили более 30 студентов. Продолжит Дмитрий Беломеснов. В первой инициативе в крае уже разработан комплекс мер, которые позволят привлечь молодых врачей в систему первичного звена. Это подъемные, компенсации услуг ЖКХ, доплата за аренду жилья, доплаты к окладу. В здравоохранении, по мнению Кожемяка, нужны коренные преобразования. Все, что связано с жизнью людей, все, что связано с воспитанием, все, что связано со здоровьем наших граждан. И, конечно, это позволит выйти на те показатели, которые сегодня определены и в национальной программе, определены в указы президента. Сегодня будущие врачи Приморья не только постигают азы науки, но и создают новые методы лечения многих болезней. Впервые на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета состоялся конкурс научных докладов «Созвездие умов» в формате презентации в стиле ТЭД. Интересно, что идея провести такое мероприятие принадлежит самим студентам. Мы хотели популяризировать как-то науку среди ребят, потому что само по себе занятие наукой – это очень интересно. Но не все это знают, не до всех это доходит. И поэтому мы решили, такой формат выбрали специально, ну, из тех, что нам были известны, которые наиболее просто и понятно это все объяснять. Ну, вот ребята сейчас стараются это как-то реализовать нашу идею. Некоторых, получается, у некоторых не очень, но стараются все. Идею поддержали студенты медвузов из краевых столиц Дальнего Востока. В Владивостоке, Хабаровска, Благовещенска, Читы. На конкурс прибыли и представители медучреждений из Москвы. За два дня участники выступали на трех платформах – психология, фундаментальная медицина и клиническая медицина. Вероника выступила с темой «Транскутанная оксиметрия как метод современной диагностики синдрома диабетической стопы». По ее мнению, сегодня как можно больше людей должны знать о таком методе диагностики и лечения, чтобы избежать ампутации конечностей. Мы измеряем, просто накладываем датчик, измеряем напряжение кислорода в тканях и тем самым мы можем судить, как хорошо питается нога, какая у нее трофика. Определяем сатурацию и вследствие этого можем уже сказать, есть какие-то нарушения или нет, стоит ли бить тревогу или нет. Студенты поделились своими идеями по борьбе с облысением, способами очистки воды, использования эндемиков в лечебных целях, лечения рака, профилактики остеопороза. Темы докладов были разнообразными. Многие из ребят делились и своими практическими опытами. Считается, что необходимым условием для формирования биопленок является расположение микроорганизмов на некой поверхности, на некой подложке. Собственно, в моем опыте я вырастил биопленки без какой-либо поверхности. Эту модель можно использовать, если увеличить масштабы выращивания такой биопленочной массы, это можно использовать для выращивания пробиотических микроорганизмов. Оценивает работы молодежи экспертная комиссия. Рассматривает не только идею, но и новизну методов и креативность подачи материала зрителю. Эксперты предлагают какие-то свои дополнительные видения этих работ. И это в целом очень все интересно. И, главное, интересный формат представления. То есть они пытаются рассказать это так, чтобы это было понятно и не профессионалу, что, в общем, важно для такой студенческой аудитории. Всего на первый конкурс подано более 70 заявок от студентов, аспирантов, ординаторов и молодых ученых вузов. И научно-исследовательских институтов Дальнего Востока и Центральной России. Отбор прошли 33 работы. Организаторы надеются, что в будущем созвездие умов расширит географию и увеличит количество участников. А также откроют новые имена современной науки Приморья и России. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. На выходных во Владивостоке синоптики пообещали потепление до плюсовых значений. И это прекрасный повод отдохнуть. Например, разнообразить свой досуг каким-либо культурным, образовательным или развлекательным мероприятием. Какую площадку посетить, подскажет Анна Бережная в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Выставка «Другие Курилы» открылась в Приморской картинной галерее. Там представлены работы трех поколений знаменитой шикотанской группы. Художников, которые первыми 50 лет назад освоили творческие маршруты на острова, и те, кто продолжают вдохновляться ими сегодня. Период работы шикотанцев – один из самых ярких в истории живописи Приморья. Новая волна творчества шикотанской группы началась в 2000-х. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. На оперу «Ночь перед Рождеством» приглашает Мариинский театр. Либретто Николая Римского-Корсакова написано по одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе Близди Каньки». Все, что Гоголь выразил литературными средствами, римский Корсаков передал с помощью музыки. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 100 до 2000 рублей. Цикл лекций «Новое кино нового Китая» в Центре современной культуры «Хлебозавод» познакомит слушателей с несколькими поколениями представителей авторского кинематографа Китайской Народной Республики, а также историческим контекстом появления отдельных фильмов, течений и направлений в кинематографе Китая. Начало в 18.30. Вход свободный. На историческую хронику в двух действиях «Стена» по роману Владимира Мединского приглашает театр имени Максима Горького. Действие спектакля происходит в России в смутное время с его стихийными бедствиями, интервенцией, тяжелейшим государственным политическим и экономическим кризисом. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. А в Евангелической лютеранской церкви Святого Павла традиционные рождественские концерты. В программе праздничная рождественская музыка для хора, оркестра и органа. Начало в 17.00. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Просмотры Всероссийского театрального конкурса «Театр.ру» пройдут в городском дворце детского творчества. Желающие могут познакомиться с работами детских театральных коллективов Дальнего Востока. Они представят свои миниатюры продолжительностью от 5 до 30 минут. Начало в 17.00. Вход свободный. На открытой лекции «Что нужно знать о дентальной имплантации» в Центре стоматологии профессора Русаковой специалисты расскажут об особенностях процедуры. Начало в 11.00. Вход свободный. На лекцию «Куин. Капризы завоевания» приглашает библиотека БУК. Музыкант группы пережили шквал критики. Их действия выглядели моветоном, но это не помешало королеве завоевать армию фанатов. Какие идеи и решения скрывались за помпезностью группы? Почему «Куин» на самом деле недооцененная группа? Обо всем этом узнаете на лекции. Начало в 18.00. Вход свободный. На ГАЛА концерт лучших номеров для невосточного конкурса хореографического искусства «Танцевальный прибой» приглашает Дворец культуры железнодорожников. Этот традиционный конкурс хореографического искусства проходит в Приморье уже более 25 лет. Начало в 15.00. Вход свободный. На спектакль «Василиса прекрасная» сказку в двух действиях по мотивам русских народных сказок приглашает театр молодежи. Захватывающие приключения, колдовство и превращение ожидают сказочных героев на каждом шагу. Но они с честью выходят из различных ситуаций. И у этой сказки, конечно, счастливый конец. Победа добра над злыми силами. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Заседание клуба «Музыкальный вернисаж» Александра Вавненко под лозунгом «Искусство и Коа. Музыки и живописи в прикладных коммуникациях» пройдет в Приморской картинной галерее. Впервые в истории проекта одна из его тем будет обращена к современности. Слушатели рассмотрят вопрос уместности использования великих произведений искусства в прикладных коммуникациях, рекламе и пиар. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 150 до 400 рублей. А театр Андрея Нартова представляет спектакль по пьесе Яны Пулинович «Наташина мечта». Название спектакля вполне отражает его суть. У каждого из нас есть мечты, но вот инструменты для их реализации даны нам не в равном количестве. Когда ты воспитанник детского дома, мечты не так уж сложны. Сложно воплотить их в жизнь. История, полная боли и юмора, настолько нетривиальная в этом сочетании, что доводит до мурашек даже прожженных циников. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей. Сказку, игру на внимание и воображение по польской сказке «Как мы, Галли, помогали» дадут на сцене театра «Кукол». Начало в 10.00. Стоимость билетов 250 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Неожиданная встреча произошла у жителей Владивостока во время морской прогулки. Каякеры стали свидетелями того, как косуля пыталась переплыть бухту Новик на русском острове. Спортсмены-любители загнали животное обратно на берег. Каякер, заметивший плывущая по воде парнокопытная, снял процесс на видео. Он попытался спугнуть косулю, чтобы она направилась обратно на сушу. «Вода же холодная!» – крикнул вслед убегающему зверю-очевидец. Отмечу подобный случай. В Приморье не первый. Нередко копытных в воде замечают рыбаки. По словам специалистов, олени и косули довольно хорошо плавают и вполне могут преодолевать расстояние в несколько километров. И далее к новостям спорта. Молодежь со всех уголков планеты встретится на спортивных играх в Южно-Сахалинске. Прославленный своими горнолыжными курортами город примет у себя зимние соревнования «Дети Азии». В своеобразной юниорской олимпиаде примут участие и приморские спортсмены. Все подробности у Максима Яковлева. Остров Сахалин уже давно славится своей горнолыжной сферой. Сезон катаний здесь практически самый длительный на всем востоке России. Поэтому сюда каждый год съезжаются тысячи любителей зимних видов спорта. Именно поэтому самый большой город-острова, Южно-Сахалинск, получил возможность провести у себя впервые в истории зимние спортивные игры «Дети Азии». Проект международных юношеских соревнований, по заверению организаторов, поднимет понятие молодежного спорта на новый уровень. Мы видим даже по летним видам спорта, что когда приезжают спортсмены, большое количество ребят являются чемпионами Азии, чемпионами мира в своих возрастах, в своих весах, в своих дисциплинах. И поэтому конкуренция на самом деле очень высокая. 29 команд из более 20 стран будут соревноваться в 8 видах спорта. Эти ребята по возрасту будут попадать для участия в юношеских зимних Олимпийских играх в 2020 году в Швейцарии. Поэтому «Дети Азии» станут своего рода смотром Олимпийского резерва стран-участниц. В общем, статус соревнований будет максимально высокий. А популярные спорт-объекты сахалинцев от этого только выиграют. Узнаваемость объектов, она возрастает. И сейчас есть запрос от команд различных стран Азии на использование этой инфраструктуры для тренировочного процесса, для подготовки, в том числе, к Олимпийским играм. Соревнования хоть и пройдут в Южно-Сахалинске, однако напрямую коснутся и Приморья. В честь нашего края и Дальнего Востока на этакой юниорской Олимпиаде будут защищать 12 приморских фигуристов и конькобежцев. Увы, но в остальных видах спорта конкуренция оказалась непроходимой. Однако даже этот скромный состав готов отбиваться за всех. Достаточно сильные спортсмены, надеемся, что мы покажем хорошие результаты и популяризируем и продвинем фигурное катание как замечательный вид спорта, очень красивый, изящный в Приморском крае и в принципе в Дальневосточном федеральном округе. Уже 31 декабря в Южно-Сахалинске встретят огонь первых зимних международных спортивных игр Дети Азии. Сами же соревнования пройдут в феврале 2019 года. Организаторы пообещали, что болельщики смогут следить за играми в режиме онлайн, а также смотреть видеоотчеты на центральных телеканалах страны. А зрители 8 канала будут в курсе всех результатов приморских спортсменов. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Важные вопросы для экологии Приморья решались во Владивостоке. В край с рабочим визитом прибыл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Безналичную оплату продолжают внедрять в общественном транспорте. Расплатиться картой или при помощи гаджета можно уже на 15 маршрутах Владивостока. Мэра теперь, возможно, будут выбирать дольше. Процедуру предложено продлить до 100 дней. Учителям будут платить больше. Базовые законы о субвенциях на общее дошкольное образование обновили в Приморье. Нужное количество калорий и витаминов школьникам. Меню обновили в первой гимназии Владивостока. Со звезды умов конкурс под таким названием прошел на базе Тихоокеанского медицинского университета. Научные доклады представили более 30 студентов. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию, самые интересные события. Оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249 88 12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. В эти ноябрьские дни, 75 лет назад, в Тегеране началась первая за период Второй мировой войны конференция Большой Тройки лидеров трех стран. Иосифа Сталина СССР, Франклина Рузвельта США и Уинстона Черчилля Великобритании. Тегеранская конференция 1943 года проходила с 28 ноября по 1 декабря. Именно здесь было решено, что Второй фронт будет открыт на севере Франции в мае 1944-го, а советская сторона гарантировала вступление СССР в войну против Японии после поражения Германии. Впоследствии в сражениях с Квантунской армией участвовали многие примурцы. Кстати, Вермахт планировал покушение на всех трех лидеров во время конференции. Однако этим амбициозным планом не было суждено сбыться благодаря советской разведке, которая действовала совместно с англичанами из Ми-6. На Сталина, Рузвельта и еще достаточно стройного Черчилля смотрим вместе прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на 8-м.